Деревья, рекламные щиты, жизни. Из-за ураганного ветра в стране погибло 6 человек. Ребенок скончался в машине скорой помощи. Почему стоит прислушиваться предупреждений? Хотел как лучше. Водитель фуры пытался остановить машину, но погиб. Что случилось во время загрузки? Со слезами на глазах в Бобруиск вернулся поезд победы. Посещая этот музей, понимаешь, насколько важна историческая память. Чем впечатляет монументальная инсталляция? А также реестр перевозчиков, миллионный урожай и медицинская битва. Беларусь официально зарегистрировали терапевтическую вакцину от рака легких. Кому может помочь препарат? Итоги уходящего понедельника подводят наши корреспонденты и я, Юлия Евтушенко. Диалог на перспективу. Александр Лукашенко встретился с главой Чувашской республики. Глава государства обозначил отрасли перспективные направления деятельности, где активизация двустороннего сотрудничества соответствует взаимным интересам. В первую очередь это промышленность, транспорт и машиностроение, агропромышленный комплекс и гуманитарная сфера. Президент подчеркнул, Беларусь готова расширять существующую кооперацию и готова к реализации новых проектов. Республика пока партнер новый, но абсолютно перспективный, очень перспективный для Беларуси. В 23-м году товарооборот составил только 122 миллиона долларов. В 22-м примерно столько же. И думаю, что после этого визита нам надо удваивать товарооборот между республиками. Что касается промышленности, я знаю, ваш регион стабильно входит в десятку лучших, а по темпам роста промышленного обрабатывающего производства вы вообще в тройку лучше входите в России. Ну, по нашим подсчетам, может быть, там у вас другие какие-то данные. Беларусь готова расширять с вами существующую кооперацию и готовы к реализации новых проектов, по которым мы наверняка в течение этого визита договоримся. Белорусские тракторостроители и производители наших двигателей моторов поставляют комплектующие, да и двигатели на сборочные конвейеры Чебоксарского тракторного завода. Шасси МЗКТ востребованы на Шурмелинском заводе специализированных автомобилей. МАЗ делает для Чувашии специально спроектированную полноприводную версию колесной базы. Ряд наших предприятий поставляют компоненты для вашего электротехнического кластера. Значит, у нас есть давняя и прошлая промышленная интеграция и кооперация. В свою очередь Олег Николаев предложил серьезно поработать по направлениям строительства и здравоохранения. В ближайшее время в Чувашии планируется начать возведение республиканской клинической больницы. В этой связи могут быть востребованы не только компетенции отрасли Беларуси, но и материалы. Под колеса своего же авто попал дальнобойщик. Мужчина погиб на месте. Днем 12 июля на территории предприятия после загрузки тягача во время контрольной проверки перед выездом в рейс один из сотрудников достал противооткатные упоры и стоявшая на небольшом уклоне фура покатилась. Водитель попытался остановить большой груз, однако попал под колеса. От полученных травм он скончался. Предварительно установлено, машина не была поставлена на стояночный тормоз. Профессиональный праздник, продуктивная уборочная и фестивальная статистика. Число аккредитованных участников на Славянском базаре превысило 7 тысяч. Какие еще рекорды установил масштабный форум? Громкие заголовки дня дали в специальном обзоре. Аграрии в Беларуси собрали полтора миллиона тонн зерна с учетом рапса. Несмотря на непогоду, уборочная не сбавляет темпы. Жатву озимого ячменя завершили Брестская и Гродненская области. Параллельно идет теребление льна. Освоено больше четверти площадей. Продолжаются и работы по заготовке травяных кормов. С ноября в стране начнет работать специальный реестр перевозчиков и водителей в нерегулярном сообщении. Тестовый режим стартует уже в августе. База будет взаимодействовать с информационными системами ГАИ, Белтехосмотра, Бюро по транспортному страхованию, Единого регистра юрлиц и ИП, а также регистра населения. Это позволит систематизировать всю информацию. В Беларуси официально зарегистрировали терапевтическую вакцину от рака легких. Препарат разработали в Кубинском центре молекулярной иммунологии. Наиболее эффективно он воздействует на людей младше 60-ти. За последние годы медсредства отобрили в разных странах. В том числе в Аргентине, Боснии, Герцеговине, Казахстане, Колумбии, Парагвая, Перу. Профессиональный праздник в республике отметили работники налоговых органов. Значение их труда переоценить сложно. Большая часть бюджета страны формируется именно из поступлений. В прошлом году ведомство обеспечило приход в размере почти 43 миллиардов рублей. Постоянно идет работа над оперативностью и повышением качества обслуживания. Сфера предоставляет белорусам более 320 электронных услуг. Число аккредитованных участников на Славянском базаре превысило 7 тысяч. Полный рекорд за 33 года фестиваля. В масштабном торжестве приняли участие 42 страны. Количество проданных билетов достигло отметки 80 тысяч. Также во время проведения форума зафиксирован самый низкий по области уровень преступности за последние 10 лет. Разбушевавшаяся стихия наворотила дел по всей стране. Больше остальных пострадали Гомельская и Могилевская области. Порывистый ветер стал причиной гибели шести человек. Двое из них – дети. Аварийные службы даже спустя сутки на посту. Сначала аномальная жара, затем шквальный ветер. Небесная канцелярия на выходных удивила всех. Как итог, пострадали 330 населенных пунктов и свыше 700 жилых домов. Доставалось по-разному, но одна из главных неприятностей – перебои с электричеством. В Бобруйске отключения фиксировались по улицам Орджоникидзе, Ульяновской, Комсомольской, в районе Титовки, Форштата и Киселевич. Устранением неполадок занимались бобруйские электросети. Бригады и сегодня уже работают вторые сутки. Восстанавливают электроснабжение потребителей города. Так как мы еще отвечаем за электроснабжение не только города, но еще пяти районов Бобруйского энергоузла. То есть все бригады задействованы в аварийных восстановительных работах. Все районы устраняют аварии, запитывают потребителей. Надеемся, к концу дня светового большую часть потребителей восстановить электроснабжение. Под натиском ветра ломались даже самые стойкие. В стране зафиксировано падение более 1300 деревьев. Под их стволами пострадали свыше 50 автомобилей. У порядка 700 домов повреждена кровля. По городу происшествия наблюдались на Халтурино, переулку Полескому и не только. За прошедшие сутки ввиду прохождения грозового фронта Могилевской области зафиксировано 19 опавших деревьев в городе Бобруйске и 11 деревьев в Бобруйском районе. К счастью, пострадавших нет. За эти сутки подразделение МЧС совершило 21 выезд. Подразделение МЧС и на сегодняшний момент оказывает помощь населению и организациям в распилке деревьев и уборке их с проезжих частей и жилых сооружений. Шесть человек, в том числе двое детей, погибли в результате разгула стихии. 13-летний мальчик скончался в детском лагере Гомельской области. В Могилевском районе пятилетняя девочка скончалась в машине скорой помощи. Она вместе с мамой и тетей направлялась к ЖД станции. По пути сильные порывы ветра привели к падению деревьев, под одним из которых оказались женщины и ребенок. Несмотря на оперативные реанимационные действия прибывших медиков, ребенок скончался в машине скорой помощи. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Установлено, что мама и дочь на днях приехали к родственнице, чтобы пройти плановое обследование в больнице и подготовить девочку к школе. Во избежание трагедий помните, во время подобных стихийных капризов лучше оставаться дома и не подвергать свою и жизни близких опасности. Роман Костюков, Максим Калинин, Бобруйск, 360. Равняйсь смирно. Вторая смена военно-патриотического лагеря распахнула двери для ребят. Уже 13 лет на базе 83-го инженерно-аэродромного полка принимают свои ряды юных защитников Родины. Новая смена не стала исключением. Программа разнообразная и насыщенная. В течение 9 дней 25 человек будут обучаться военному делу, медицинской, тактической, строевой и огневой подготовке. В рамках последней ребята научатся собирать и разбирать автомат Калашникова. На второй смене у нас присутствует 17 ребятишек, которые прибыли в наш лагерь повторно. Это, на мой взгляд, показывает, что время провождения в стенах нашей воинской части для них прошло прошлый раз и только с пользой, что они захотели вернуться к нам снова. Особое внимание патриотическому воспитанию. Занятия нацелены на воспитание в молодом поколении товарищества, взаимовыручки, слаженности и преданности Отечеству. Девять вагонов, композиции и скульптуры, пробирающие до дрожи. Страницы истории, пропитанные страхом, болью, отчаянием и надеждой. Все это – поезд победы. О том, как масштабная инсталляция умело погружает в прошлое и почему после увиденного нельзя остаться прежним – Юлия Вернер. На железнодорожной станции «Березина» утром 15 июля многолюдно. Горожане в ожидании. Второй раз в Бобруйске передвижная экспозиция «Поезд победы». Ровно в 9.45 – отправление по дороге истории. Внутри с поразительной точностью реконструированы страшные события военных лет от самых истоков до долгожданного освобождения. Действительно испытываешь эмоции, которые погружают в ту атмосферу. 1418 дней сегодня в этом поезде мы прочувствовали. Это и боль человеческих судеб, это и смерть, это и трагедия, это радость и ощущение праздника от великой победы. Это смысл человеческой жизни. Все здесь в этом поезде. Это замечательно, что в нашей стране есть такой проект, и, безусловно, он очень нужен для молодого поколения. Посещая этот музей, понимаешь, насколько важна историческая память, как важно ее хранить, как важно ее передавать. Аудиогид в наушниках повествует о годах лишений. На протяжении всего пути только голые факты и пробирающая до костей правда. Каждый вагон – страница прошлого. Мирное довоенное время, тяжелые дни обороны, спасение раненых, ужасы концлагеря. Увиденное заставляет содрогнуться. Световые и звуковые эффекты воссоздают воздушные бои, танковые атаки, походную солдатскую жизнь. Благодаря им экспозиция становится более проникновенной, а ощущения от просмотра острее. Конечно, нахожусь под большим впечатлением, потому что действительно вся экспозиция в каждом вагоне впечатляет. И хочу сказать, что вот настолько фигуры сделаны, как будто бы живые люди. И это глаза людей, кожа, волосы, все настоящее живое, это достают, через сердце проходит вот эта вся боль, все вот эти вот трудности, которые испытало наше старшее поколение. Очень рад, что такая экспозиция сегодня находится в Бобруйске. Два месяца. Именно столько понадобилось, чтобы создать уникальный передвижной музей. Над каждым вагоном кропотливо трудилась бригада специалистов. От Гомеля до Москвы, от Сталинграда до Берлина. Художественная экспозиция показывает войну. Войну глазами свидетелей тех страшных и героических событий. В начале 2023 года нам был добавлен новый вагон, рассказывающий о процессах Нюрнбергском, Токийском и Хабаровском. В начале экспозиции мы можем увидеть преступления отряда 731 Квантунской армии, а в последующей части вагона можем увидеть часть Нюрнбергского процесса суда над нацистами. Поезд Победы и своеобразная машина времени, которая погружает зрителя в прошлое. Железнодорожный состав несет сквозь лишения и потери к желанному освобождению. В Великой Отечественной войне погиб каждый третий. Более 26 миллионов человек сложили головы в борьбе за Родину. Наша задача – сохранить в памяти и сердцах подвиг тех, кто пожертвовал собой ради мирного неба. Юлия Вернер, Станислав Чичерин, Бобруйск-360. Сразу после новостей смотрите новый выпуск историко-культурного проекта «Старый город. Весь мир и гигант. Новинки кинематографа. Электротеатры в Бобруйске». Кто строил и жил в доме по адресу Бахарова, 57? И правда ли, что дом долгое время являлся центром культурной жизни его окрестностей? Не пропустите. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!